Здравствуйте, я Марина Смарадова и мы находимся возле очень красивого деревянного дома на улице Советской. Понятно, что говорить мы сегодня будем о деревянном зодчестве. К сожалению, каменные джунгли современного города вытесняют исконно русскую архитектуру, тем важнее ее сохранять. Очень часто исторические дома Ярославля носят имена их владельцев. Вот это здание увековечило фамилию Поповых. В 19 веке этот уголок Ярославля представлял собой лакомый кусочек с садом в 1200 сажений. Сейчас на этом месте вырос квартал малоэтажной застройки. Сто лет назад это было владение ярославских купцов в Краханяткинах, которые распродали по частям. В 1911 году один из покупателей и возвел этот дом. После революции здание, затейливая резьбой, балкончиками и наличниками, стало обычной коммуналкой. Судьба дома в стиле модерн могла быть очень печальной, но свою созидательную роль сыграли партнерские отношения. С немецким городом Кассель было решено отреставрировать деревянное здание и отдать его для дома дружбы. Так, 28 мая 1994 года, то есть почти четверть века назад, дом Поповых продолжил присутствие в истории города. В центральной привилегированной части Ярославля мы можем видеть разные архитектурные стили. Классицизм, модерн в деревянной архитектуре. Тогда как на городских окраинах, которые постепенно входили в городскую черту, деревянные жилища следовали традициям сельских домов. Деревянный модерн еще сохранился в заповедных уголках Ярославля, как, например, вот здесь, на улице Терешковой, бывшей Голубятной. Здесь комплекс из трех деревянных зданий. Одним из украшений улицы был дом архитектора Поздеева. В наше время он много раз горел и окончательно был разрушен в 2006 году. Однако некоторые элементы этого дома стали прототипом украшений нового. Рядом еще один дом. В истории Ярославля он значится как дом Рожковой. С ними соседствует настоящий шедевр ярославского модерна – дом Свойкина. Он и вовсе уникален. Его балкон поддерживает кронштейн. Знатоки называют это «балкон на одной ноге». На углу улиц Некрасова и Чайковского располагался дом Плотниковой. В последнее время ярославцы называли его по байкерскому клубу «Папин гараж». Его снесли в 2014 году. Кадры хроники городского телеканала сохранили этот момент. Градозащитники оказались бессильны. Элементы резьбы сохранили активисты Ярославского Шереметьев-центра. Современная строительная отрасль ориентирована на то, чтобы строить как можно больше и как можно дешевле. Деревянное зодчество, деревянная архитектура в этом смысле проигрывает стеклу, металлу и бетону. Может быть, тем важнее остановить взгляд и обратить внимание на тех ее образцах, которые мы имеем. Они могут быть уникальны, а могут быть представлением типичной натуры. И это тоже очень важно. Этот одноэтажный особняк с мезонином, к счастью, время пощадило. Здание на Большой Октябрьской только потеряло часть украшения фасада. Колонны исчезли при строительстве трамвайного кольца на Мукомольном. Вот здесь, на этом самом месте, еще совсем недавно располагался дом. Многие поколения студентов педагогического университета его помнят, поскольку проходили мимо на учебу в главный корпус. Это был прекрасный образец так называемых наугольных домов, соединявших сход двух улиц. В данном случае Большой Октябрьской и Республиканской. Но теперь это только воспоминания. До встречи на городском. Редактор субтитров А.Семкин